Декопирование с помощью кислотной смывки Более подробно о кислотной смывке можно прочитать на сайте, там очень достаточно такая статья Сильно подробно я не буду рассказывать, я просто расскажу вам этапы, основные этапы и основное преимущество Что у нас делает кислотная смывка? Кислотная смывка убирает только окрашенный пигмент, только окрашенный нюанс, не затрагивая натурального волоса Кислотная смывка убирает только искусственный пигмент Если порошок глубокое декопирование затрагивает и искусственный, и натуральный То кислотная смывка убирает только искусственный пигмент только искусственный пигмент кислотная смывка волос сделать светлее не может то есть она не делает если порошок мы с помощью порошка можем сделать волос светлее например вот если мы работаем порошком вот например при порошке у нас есть натуральная база 6 0 окрашенная база ну пускай будет 5 0 и желание клиента ну например 80 то мы работаем порошком что здесь мы работаем порошок плюс оксид потому что нам надо краска краску не осветляет да и здесь мы здесь мы можем поработать краской так как мы работаем порошком в принципе можно и корни порошком но немножко неудачный пример надо было до десятки допустим до десятки работаем порошком и здесь мы тоже работаем порошком здесь искусственный пигмент у нас поднимется если у нас здесь же мы поработаем кислотная смывка кислотная смывка то мы не сможем вот это уберем только до фона осветления 64 только вот до этого потому что натуральная база у нас темная и мы не сможем до десятки поднять кислотной смывкой порошком сможем кислотной смывкой нет только до фона осветления 64 но максимум до 7 там 43 если мы работали до этого на 6 процентном оксиде было когда седина максимум до 7 43 все до десятки мы нет не сможем подняться дальше нам надо делать будет в любом случае порошок плюс оксид а потом уже закрашивать там краска плюс оксид по рецепту здесь мы а порошком мы проработали пара порошок плюс оксид краска плюс оксид поэтому тут уже сами выбираем мы можем поработать вот так можем поработать так так гораздо дольше так быстрее мне кажется как мы будем работать в салоне а там все-таки скорость нужно будет но иногда и все-таки даже и вот так потребуется иногда потребуется распить немножко пигмент а потом еще и высветлить то есть после кислотной смывки мы можем поднять то есть я к чему это показываю к тому что кислотная смывка не волосы пигмент натуральный не затронет никак вот до фона осветления который был под этой пятеркой и все не более того до десятки он светлее сделать не сможет если же у нас например была натуральная база 6 0 окрашенная база была когда-то 10 0 а потом клиентка ее закрасила 5 в 6 0 и мы взяли кислотную смывку то вот здесь натуральная корня у нас ни с корнями ничего не будет а вот здесь окрашенную базу мы смыть сможем до десятки вот здесь до фона осветление 10 0 0 0 3 там уже непонятно будет какой потому что когда-то была блондинка закрасилась в темный а потом сказала я опять хочу и вот тут кислотной смывкой мы до десятки сможем поднять так мы только искусственный убираем конечно и опять обесцвеченный так и останется да если был закрашенный блонд если был закрашенный блонд в темный оттенок то кислотная смывка поможет нам в случае тогда можно без порошка обойтись вот тогда лучше именно кислотной смывкой поработать ну да возвращаем то что было у нас мало ли неудачное было окрашивание неудачный эксперимент был кто его знает что там у нас все умные и какие у нас есть этапы в кислотной смывке вот мы наносим отступив от корня на корень мы не наносим отступив от корня как правило корень натуральный если клиентка вот недавно покрасилась и корни так тогда можно и на корни нанести но как правило корень натуральный наносим на 20 минут кислотной и под шапочку до кислотная смывка и под шапочку на 20 минут через 20 минут мы стягиваем полотенцем стягиваем полотенцем и наносим второй раз как правило бывает иногда бывает двух раз достаточно может быть три четыре до семи раз можно делать кислотную смывку и мыть при этом голову не надо не смывая повторно только стягивая первоначально когда эту смывку сделали надо было каждый раз промывать водой и тогда естественно надо было сдать 40 минут все такое это было очень долго но потом технологии сделали так что в принципе до 7 раз ну 7 раз это уже экстремально когда с единицы мы сильно поднимаемся когда понимаем что это был не палет потому что если это была бытовая краска то зачастую у нас цвет возвращается то есть мы сделали смывку вроде бы дошли до нужного уровня тона либо на другой день клиентка просыпается у него у вас опять как был черный так остался цвет вернулся это свойство бытовой краски да мы не разбили пигмент до конца его не разбили на что получается вот у нас у нас полимеры краски объединены в молекулу вот их там вот молекулу кружочки молекулы что делает кислотная смывка кислотная смывка разбивает их они находятся на расстоянии друг от друга вот кислотная смывка их разбила когда мы третьим этапом обрабатываем волос это трехпроцентный оксид это как индикатор смылась у нас или нет у нас оставшиеся молекулы опять объединяются какие не не смылись они опять объединяются в молекулу оставшиеся вот эти полимеры объединяются в молекулу и опять появляется цвет если это была бытовая краска, как правило, эта молекула практически не разбивается. Иногда разбивается, но при соединении она опять дает более темный пигмент. Цвет возвращается. Если это профессиональная краска, то цвет не возвращается. — А почему вот так вот, по такой краске, почему она такая, кедрёвая, так сказать, вот? — В смысле? — В смысле? — Нет, 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 вы говорите, что бытовая краска, то что... — Ну, там другая молекула. Но это, понимаешь, это вопрос не ко мне, это к технологам. — Ну, понятно. — Это к химикам, кто это создавал. Я не создавала её, поэтому ответить я тебе на вопрос такой не могу. Я знаю, что у неё другая молекула, она гораздо крупнее, чем молекула краски получается, и её сложнее разбить. И особенно тёмные оттенки, вот эти палетовские, все бытовые краски, все тёмные оттенки, они очень плохо разбиваются. И, как правило, цвет возвращается, даже не крася волосы. — То есть, если к нам приходят к химикам, говорят, что я сам дома красился чем угодно? — Только порошок. Только порошок, и то порошком может остановиться на седьмом уровне, до 7.43 дойти, остановиться и больше всё. Двигаться не будет. Волосы будут уже лететь, двигаться не будет. Запаренный пигмент или накопление большое, тёмного пигмента, в зависимости от длины. Если бытовая краска — это однозначно порошок. Если это была профессиональная краска, ну, некоторые говорят, ну, у меня всего лишь один раз. Ну, где один раз, там и два. Потому что один раз как-то девочку смыли, а у неё только по полотну прям вот такой дикообраз был. Ну, неравномерный такой, где-то побольше промежутки, где-то поменьше. И мы стали рассуждать, почему так получилось. Она говорит, ну, вот я всегда вообще, говорит, крашусь, всегда стараюсь профессиональной краской, крашусь в салоне. Но иногда денег нет, я беру, подбираю дома. Я говорю, ой, по твоим полосочкам можно оследить твою финансовую составляющую. Когда не было денег, красилось дома. Там три месяца, корни так, три-четыре месяца, ага, салон, раз в месяц дома. И вот эти вот, несколько вот этих вот таких вот, три или четыре, было то, тоненьких полосочек более тёмного цвета. Плохо краска вымылась. И нам пришлось, допустим, краситься не в восьмёрку, как она хотела, а в семёрку, чтобы эти полосы выровнять. Потому что их уже светлее ничем нельзя сделать. Представьте, вот полосы по полотну, как у дикообраза, не вот так, а именно вот так вот, как вот корни отрастали. Их уже никак, даже порошком, ну, как вы будете всё полотно выбирать, они всё равно неравномерны. То есть тут уже ничего сделать нельзя, только в более тёмный оттенок закрашивать. И всё, тут уже никак не поработает. То есть вот, чем будет смывка отличаться. А, ну и промываем смывку шампунем глубокой очистки после всего этого. До семи раз сделали. Ну, обычно трёх-четырёх раз хватает в среднем. До фона осветления мы это делаем. Три-четыре раза смываем шампунем глубокой очистки достаточно горячей водой. А мы не обожжём корни головы. Ну, достаточно горячий, но не кипятком. Я не сказала кипятком, достаточно горячий. Но мы начинаем с тёплой, потом постепенно можно температуру воды увеличивать, голова привыкает. И мы же не на голову прям льём, а так как от корня отступали, мы же на длину в основном льём. Выбираем с длины. То есть вот эту вот кислотную основку корни не наносим? Не наносим. Если там нет краски, то не наносить не надо. Если смывать с корней не надо, то не надо. Если волос очень длинный, накопление цвета достаточно большое, мы можем полотно волос разделить на несколько этапов. То есть мы не будем делать... Вот у нас, например, достаточно длинные волосы, и мы не будем сразу наносить по всему полотну. Но мы примерно разделим, ну пускай на три части. Вначале нанесём первый этап, со вторым этапом мы нанесём выше, и с третьим этапом мы ещё выше. Или на четыре. Как наши подруги делали. Да, как делали... В принципе, при декопировании мы тоже будем делать то же самое. То есть поэтапно. Вначале концы, где больше накопления цвета, потом выше, потом выше. Ну, примерно сами ориентируемся в зависимости от длины волос. Ну, примерно на три-четыре части. Если совсем длинный волос, примерно на четыре части. Ну, на три обычно хватает. Наносим на концы, потом ближе к середине, потом ещё. Третий этап. Если надо, потом уже наносим. Посмотрели, что корни сделали, длина ещё не совсем. То, в принципе, можно два раза на длину нанести. Ну, это покажет первый раз, насколько хорошо у нас поднялось первое. Вот это вот. Может быть, на две вот этих части три раза сделаем потом корня. Потому что у корней явно меньше накопления цвета. То есть от накопления цвета будет зависеть. Смываем шампунем глубокой очистки. И затем на прядь волос наносим третью. То есть в смывке у нас три тюбика. Если порошок и оксид, то там у нас два тюбика. Первый, второй шаг мы смешиваем вместе на весах, строго по граммам. На весах строго по граммам. Наносим на волосы. Три этапа, да? Ну, мы первый, второй шаг смешиваем. Первый, второй шаг смешиваем на весах. Наносим вот как нам надо, сколько нам надо этапов. Вот. Смешали там, ну, грамм 20 и 20, например, грамм. Нанесли. Все. На 20 минут оставили под шапочку в тепло. В следующий раз еще смешали там, ну, пускай 30 и 30 грамм. Расход смывки достаточно, она экономичная. Там два такие тюбики не сильно большие, но она достаточно экономичная. Ее хватает на хорошую длину волос. Особенно повторное нанесение, там уже меньше, меньше достаточно расходов. Посмотрели по результату. Смываем шампунь в глубокой очистке, достаточно горячей водой. И на прядь волос на одну прядочку небольшую наносим. Третье, средство номер 3, этот 3% оксид. Это наш индикатор. Он покажет, смылся у нас, смылась краска из волоса. Если прядка потемнела, значит, визуально мы увидели, что вроде бы все смылось. А на самом деле молекулы краски опять объединились, вернее, полимеры объединились в молекулу. И опять свет вернулся, поэтому еще надо смывать. Значит, третьим шагом мы наносим, как вы сказали, индикатор? Индикатор, да. Ну, это 3% оксид. Оксид. 3% оксид, который покажет нам, насколько хорошо мы смыли. Если волос уходит в затемнение, мы можем либо еще раз поработать смывкой 2, 3, 4 раза. Ну, вот до столько, до такого уровня, который нам нужен. Либо на этом этапе мы можем проработать волосы 6%, порошок плюс 6% оксид. Нанести по полотну порошок плюс 6% оксид. А вот, Девушка, прослушала, к чему это нанести по полотну 6% оксид? Если в затемнение волос ушел, если волос в затемнение ушел у нас, то мы можем либо продолжать дальше работать кислотной смывкой, либо уже порошком. Вернее будет. Ну, это когда мы совсем из темного выходим. Когда со светлыми оттенками работаем, с блондами нам достаточно одного-двух раз. Затем высушиваем, моем, естественно, шампунем глубокой очистки, высушиваем. Если это было после порошка, можно нанести, работать сразу с тонировкой. Если это было после кислотной смывки, выжидаем 40 минут. Значит, после порошка сразу тонируем, после кислотной смывки выжидаем 40 минут. Да, 40 минут выжидаем. Читайте инструкцию. В инструкции все четко-четко написано. Никогда кислотную смывку нельзя применять дома, потому что у нас нет шампуня глубокой очистки. Нет весов, чтобы точно все измерить. Нет грамотного парикмахера, который это сделает. Потому что сколько раз приходили мне письма, что девочки сами дома делали кислотную смывку, но ничего не получалось, цвет возвращался. Какая у вас плохая смывка? Я говорю, это не смывка, а плохая. А вы это сделали? Вы нанесли? Вы вот это сделали? Индикатор сделали? Нет, мы этого ничего не делали. Почему не делали? Шампуня у нас нет, весов у нас нет, мы все делали на глаз. Все. Когда делаем на глаз, 50 на 50. Может получиться, может не получиться. А зачем мы ждем 40 минут? Ну, так по технологии надо. А за эти 40 минут какой процесс реакции? Ну, что-то там, видимо, происходит внутри волоса. Вот технологи так нам сказали, что ждем 40 минут. Во-первых, когда мы много работаем, особенно много работаем со смывкой, на кожу головы все равно попадает. И чтобы кожу головы как-то подзащитить все-таки. Чтобы кожа головы подвосстановилась в свой естественный слой, восстановила жировой немного. И затем уже наносим тонировку, но при этом берем оксид 6%. После смывки берем 6% оксид. Если после порошка краска плюс процентный, ну, 3%? Да, после порошка краску лучше брать на тон светлее. После порошка? После порошка краску на тон светлее лучше взять. Почему? Чтобы за темнение не уйти. Краску светлее взять. А после смывки оксид лучше больше взять. После порошка краску на тон светлее, а после смывки оксид на тон, на ступеньку выше. Ну, можно и краску светлее. Там все равно происходит уплотнение, тем более корректоры. Светлее возьмете, хуже не будет. После смывки, ну, краска плюс 6%. Да. А после... Порошка краску на тон светлее. Вот тоже с трехпроцентной. Ну, краску с трехпроцентной. Да, после порошка с трехпроцентной, после смывки с 6. Вот такие вот этапы у нас есть в декопировании. Продолжение следует...